Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Пишет девушка 22 лет. Говорит, что у неё есть физиологические проблемы. Значит, не складываются отношения с противоположным уколом и нарушен контакт в доверии. Вот. Была попытка насилия, где защитила сама себя. Вот. Пишет, что есть люди, с которыми имеют крепкий эмоциональный контакт, понимают, что не все мужчины радио всякого. Есть люди, с которыми просто может пообщаться, например, у них есть руководители, которые работают на маршруте, это тот человек, который в трудную минуту был и есть рядом. Тем не менее, я не знаю, где и как лучше познакомиться. Это вопрос. Мне постоянно попадаются не те типажи. За собой ухаживаю, спортом занимаюсь, терапию прохожу самостоятельно. Что значит, терапия в данном случае не совсем понятна. Еще я понимаю, что мне не хватает женственности и женской энергии. Сейчас стоял сама, постоянно чувствую силу. А вдруг водитель как раз показал мне иную картину. Дал понять, что с ними так как за каменной стеной. С кем с ними не понятно. И что мне стоит научиться принимать то, что они для меня сделали. Говорите, что в двух странах всегда есть выгода. Но так ли это? Например, если они мне помогают копейкой и себе отказывают. Или если один раз одолжил, а они без возврата оставь себе и это все за спасибо. В этом может быть какая-то для них выгода? Если да, то в чем? В чем моя отдача? Эти мужчины помогли мне изменить мнение к противоположному полу, отмножение к противоположному полу. Помогли раскрыть и вспомнить, что в первую очередь я девушка и человек. Я общаюсь с их в случае внимательности. Столько сил и энергии получаю, хорошее чувство людей. Это первый аспект. Второй аспект. У меня настала взрослая жизнь. Мама у меня сложный человек. По некоторым причинам большую часть твоей жизни проживаю к бабушке, знаете, мне здесь случится близко и друзья. Мама сложный человек, потому что понимаю, что токсичная гипропека контроль. Не принятие моего мнения и решения. Страх говорить с ней, но я хочу с ней поговорить, о том, что я хочу работать и жить у бабушки. Пока. Жить ближе к городу, но не знаю, как она на это опроверит и как мне лучше это донести. Человек она сложнее, с характером мало свободы у меня, постоянно за меня боится. Мне кажется, что сейчас мне не хватает слова, рекомендаций, взгляда со стороны толчка, чтобы завести с ней этот непростой разговор. Я хочу жить самостоятельной жизнью. Боюсь, что она меня не услышит. Подскажите, как быть в этой ситуации? В общем, буду рада, если сможете оказать ту самую поддержку и толщу к пониманию того, что я на верном пути. Я недавно закончил университет, задаюсь вопросом, что дальше. Я чувствую, что у меня родители термозят. В последние дни чувствую себя морально плохо, эмоционально плохо. Чувствую, что осталась эмоционально одна. И думаю обратиться за психологической помощью в моем городе. Спустя время. И хотелось бы рассказать о последних событиях, что мне пришлось прожить в отношениях с мамой. Для полного понимания скину отрывок с переписки. Виктория, я переписку пропущу, по причине того, что другой человек не давал своего согласия на ее чтение. Поэтому я не думаю, что с моей стороны было бы этично данную переписку читать. Не совсем понятно, для чего вы хотите, чтобы мы эту переписку прочитали, так как, в принципе, суть своего вопроса вы изложили. И какого полного понимания вы в данном случае хотите. Потому что полное понимание, оно возможно только если с вами поговорить и, как бы, задавать вам вопрос. А так, это не полное понимание, это столкновение с, вот, я бы сказал, ну, возможно, с вашей точки зрения, да, вот. Но не полное понимание, потому что, все-таки, на мой взгляд, как бы, полное понимание, это история, я бы сказал, довольно-таки глубокая и непростая. Вот, тоже, что вы говорите, ну, создается такое впечатление, что вот мы сейчас, по вашему мнению, вот, переписку в переписку прочитаем, да, и всё, как бы, всё будет сразу понятно. Ну, это не совсем так, да, вот. Если вы собираетесь обращаться за психологической помощью в своём городе, то лучше это сделать, вот, а ну, смотрите сами, вы откровенно говорите, что будете обращаться к коллегам, вот, откровенно об этом говорите, но при этом, как бы, задаёте вопрос здесь, то есть, как бы, ну, а если вы задаёте свой вопрос здесь, а мы знаем, что вы уже будете обращаться за психологической помощью, то, как бы, то, что вы получите здесь от нас, может отличаться от того, что даст вам психолог в вашем городе, вот. Поэтому тут, как бы, тоже противоречие небольшое, вот. Вы или тогда обращайтесь только к специалисту в своём городе и не обращайтесь тогда за помощью к нам, да, либо вы обращайтесь только за помощью к нам, но не обращайтесь к специалисту из своего города, потому что, повторюсь, в данном случае будет слишком много возможных противоречивых моментов, ибо подход у каждого человека свой, вот. Каждый, в общем и целом, работает в какой-то своей парадигме психотерапевтической, вот, и чтобы у вас там, ну, словно говоря, не было начальними, да, то, ну, всё-таки лучше, на мой взгляд, себя как-то от этого, от этого, ну, обезопасить, да, ну, по крайней мере, мне так кажется, кажется, что это вот для вас, ну, было бы максимально, в данном случае, гуманно, это было бы гуманным подходом, вот. Что касается вашего вопроса, что вы, значит, спрашиваете, вот, значит, я не знаю, где и как лучше познакомиться. Мне кажется, что здесь одной из ключевых проблем является то, что вы целью ставите познакомиться, но не ставите целью, не ставите в качестве цели для себя именно, ну, реализацию, например, свою или достижение каких-то целей, да, или воплощение какого-то, ну, вашего замысла, например, то есть мне кажется, что вы хотите именно познакомиться ради знакомства. Это, наверное, не самая лучшая мотивация к сближению с людьми, потому что при сближении с людьми важен именно предмет этого самого сближения. Если предмета нет, то и само сближение как бы остается несколько под достаточно серьезным, как мне кажется, вопросом в данном случае. Поэтому здесь именно так, мне кажется, что вы делаете здесь, ну, довольно такую серьезную ошибку логическую и путаете причину и следствие, да, вот. С другой стороны, если вы хотите познакомиться строго для какой-то определенной цели, да, то вам эту цель нужно сформулировать для себя и активно ее продвигать. Но тогда вас, на мой взгляд, нужно предупредить, что отношения могут быть достаточно односторонними. Вот. То есть они могут именно что ограничиваться той целью, которую вы ставите. Соответственно, здесь можно говорить о том, что просто-напросто, как бы, отношения не будут все развиваться изначально за пределами этой цели, которую вы достаете. Вот. Поэтому тут тоже вопрос, насколько вы это осознаете, насколько вы это замечаете, насколько вы для себя вообще, как бы, ну, готовы вот эту цену, да, заплатить. Вот. Потому что если вы эту цену заплатите не готовы, или если вы сомневаетесь, что абсолютно нормально, то, наверное, лучше так действовать не стоит. Дальше. Что касается того, что вам попадается не ваш, как вы говорите, типаж, то здесь в этой ситуации несколько аспектов. Во-первых, типаж, если мы говорим о, именно, типаже, то типаж работает, когда он соприкасается с другим типажем. Соответственно, если вы говорите про типаж, то имеет смысл спросить, какой типаж у вас. То есть, прежде чем говорить о типаже человека, имеет смысл поговорить про ваш, про ваш типаж. Вот. Какой типаж у вас? Вы сами, каким, в данном случае, облаба, облабаете типажем, да? И вот уже исходя из того, какой типаж, уже можно говорить про типаж тех, с кем вам взаимодействовать приходится. Потому что, если вы не очень хорошо понимаете, какой типаж у вас, например, то, как бы, толку от того, что вам не попадается ваш типаж. Или толку от того, что вам попадется ваш типаж. Ну, не замечая, как бы, вот, своего типажа, вы вряд ли сможете раскрыть все преимущества типажа другого человека. Вот. Кстати говоря, здесь несложно увидеть, что вы много внимания уделяете именно, как бы, другому человеку. То есть, вот, человеку, условно говоря, на вот, ну, на том конце, да? Грубо говоря, на том конце, так скажем, вы уделяете этому много, много внимания. Но, вы слабо уделяете внимание, внимание себе. Вот. вот. А момент-то здесь не в том, какой типаж, а момент здесь в том, что вам хочется, да, человека сделать. Вот. Вот. Что вам хочется, ну, вообще говоря, вот, как бы, ну, человеку дать. Вот. вот, если вам, ааа, человеку, как бы, дать особо ничего не хочется, например, ну, вот, так вот, так получилось, да, так вот вышло, что, ну, не хочется вам ничего, ааа, человеку давать, то, тут делание типажа не будет такого, что, определенному типажу вам хочется только давать. Вы можете себя чувствовать, ааа, вы можете, ааа, себя определенным образом чувствовать с, ааа, ну, вот, с типажем. Это правда. Но, вряд ли вы захотите просто что-то человеку давать, давать потому, что вот у него определенный типаж. Поэтому я бы не фиксировался на именно типаже, я бы больше ааа, фиксировался на том, что вам хочется для человека сделать, вот, что вам аааа, хочется человеку дать и уже вот как-то исходить больше из этого. Вот. Это, на мой взгляд, куда более, ааа, ну, такая вот конструктивная история, нежели чем, ааа, то, о чем, допустим, ну, нежели то, о чем вы говорите, допустим, да, как бы. Вот. То есть тут несколько разные есть моменты. Эээ, дальше, значит, ааа, так, еще я понимаю, что не хватает женской энергии. Сейчас я сама. Ну, опять же, ааа, здесь, ааа, на мой взгляд, вы, ааа, действуете больше от каких-то концепций, да? Вот. То есть, ааа, что значит не хватает? Не хватает кому? Не хватает для чего? Не хватает чтобы что? Понимаете? Как бы. Ааа, вопрос в том, в том или ином вашем поступке, в том или ином векторе вашего поведения, являетесь ли вы собой? Вот. Если являетесь вы собой, то не так важно, сама вы или не сама. Гораздо важнее то, что вы, это вы в данный момент. И набрать, если вы не чувствуете, что вы являетесь собой, то, ну, это вот как раз, ааа, значит, ну, повод для того, чтобы подумать и позамечать себе какие-то вещи, да? Дальше. Ааа, так, значит, друг, водитель сказал мне, ну, картину, говорит, что в двух странах, да, свыкали, так ли, это кто говорит? Ааа, кто говорит? Не совсем понятно. Почему вы, ну, приводите в данном случае определенную цитату, некоторую цитату, да? Вот. И, как бы, ну, считать, что мы с ней согласны и почему-то должны какие-то приводить аргументы. Вот. То есть, как бы, на мой взгляд, эта позиция, она является, ну, как бы, не совсем корректной, потому что слово выгода очень, а здесь, ну, трактуется, скажем так, достаточно однозначно, а в отношениях выгода имеет куда более широкое значение. В тех ситуациях, которые вы описываете, вот, например, да, когда вам оставляют деньги, когда вас, к примеру, не берут, ну, денежные средства, да, вот, прощают вам долг и так далее, например, в этих ситуациях выгода, если это можно так сказать, да, для простоты, выгода человека заключается в том, что человек остается верным в данном случае, остается верным своим принципам. Вот. Вот это и является тем, что можно назвать выгодой. То есть, выгода в том, чтобы мне проявить свои ценности, чтобы мне остаться верным своим ценностям. Вот в этом заключается выгода, да. То есть, это не материальная выгода, а, как, как вот, ну, таковая, да, это нельзя назвать материальной выгодой. Вот. Как таковая, ой, это выгода больше, ну, скажем так, ценностная. Это больше ценностная выгода, вот. Если вы, в данном случае, вот, понимаете, вот, что я имею в виду. Вот. Поэтому, как бы, именно, вот, вопрос выгоды здесь, на мой взгляд, определяется именно, а, как бы, ну, ценностью и важностью, а, того, что человеку, а, ну, ценно. Вот. Понимаете, да? Поэтому, я, а, думаю, что обращать внимание вам нужно именно на этот аспект, а не на, э, слово выгода. То есть, обращать внимание, но на то, что человеку важен. Вот. Есть важные вещи, которые важны, вроде как, априори для всех. Есть вещи, которые важны только для, э, ну, конкретного, отдельно взятого, э, человека. Есть вещи, которые важны в определенных ситуациях. Вот. И под определенным, как бы, настроением человека. Вот. Поэтому здесь, ну, на мой взгляд, все так обназначено. Вот. Дальше, э, значит, всю мою облачу. Ну, вашу облачу приняты. Вашу облачу приняты. Эм, так, э, значит, мне начало, э, да, мама. Э, э, история про маму. Э, э, на что здесь, э, вот, хотелось бы, обратить ваше внимание. Ваше внимание здесь, хотелось бы обратить на то, что, э, для чего вообще вам, э, э, с ней разговаривать. Я вот как-то исходя из вашего, э, э, рассказа не очень понял. То есть, ну, хотите вы, э, ну, работать, хотите вы, э, чем-то заниматься, да. Вот. Ну, прекрасно, супер. Э, э, зачем, э, как бы, разговаривать с мамой. У меня такое ощущение возникло, что вы, как будто, э, хотите, ну, не знаю, разрешение, э, получить, э, от, э, своей мамы, э, делать, вот, то, что вы хотите. Вот до тех, э, пор, пока вы будете вести себя так, как будто вам нужно разрешение, ну, собственно, ваша мама, она и будет, э, э, вас контролировать, вот. То есть дело здесь не в том, что вам нужен разрешение и, там, э, вы помните, что, чтоб вы не сказали, э, э, вашей маме, она, скорее всего, останется в страну при своем мире, потому что она взрослый, сформировавший человек, тем более за вас боится, вот. Единственный способ, э, э, как будто, э, на нее повлиять, это, э, своими действиями, своим поведением, своим упорством, э, э, показать, что, э, как бы, у вас есть, э, э, свои цели, вот. У вас есть важные для вас цели, и вы к этим важным для себя, э, целям идете. Вот. Вот. Это, э, на мой взгляд, единственный, э, способ, как на ваш, вам повлиять. Вот. Понимаете, да? Э, других способов, ну, нет, на самом деле. А вы говорите о том, что, вот, э, э, значит, э, э, значит, вы говорите о том, да, э, вот, что мне есть сказать, как мне с ней поговорить. Я, я боюсь, э, с ней разговаривать. Ну, так все правильно в данном случае, э, о, в данном случае все верно, потому что вы, действительно, вы боитесь не разговаривать, потому что вы знаете, как она реагирует. Вот. И она реагирует, э, так, как она реагирует, ну, не отреагирует, э, по-другому. Да. Она – ваша мама. И в первую очередь здесь нужно работать с ожиданием от вашей мамы. То есть чего вы от неё ждёте, а? То есть вы ждёте от твоей мамы, что она вас, словно говоря, примет, что она вас, словно говоря, услышит и так далее. Нет. Скорее всего этого не произойдёт. Не потому, что она, не знаю, какая-то плохая, да, к примеру, а просто она такой человек, и для неё, для неё, допустим, что-то поменять, ну вот, ну просто что-то поменять. Очень тяжело, потому что наручатся, ну наручатся какие-то вот привычные, привычные, ну аспекты в её жизни. Вот. А это всегда требует большого количества сил, это всегда требует большого количества усилий. Вот. И так далее. Понимаете? Да? И так далее. Поэтому, как бы ваша мама пытается этого избежать. И это абсолютно нормально. Вот. Вот. Поэтому ждать от неё, что она изменится, нет смысла. Вот. А неоправданные надежды ваши в данном случае причинят свободы. Вот. Вот. Поэтому, если вы решаете жить самостоятельно, вам не нужно разрешение вашей мамы. Сейчас получается такой достаточно противоречивый момент, который заключается в том, что вы говорите вроде того, что я взрослый человек и хочу жить самостоятельно, вроде как. А с другой стороны, что мне как-то вот нужно с мамой поговорить, мне как-то вот нужно от неё какое-то благословение, разрешение получить. Знаете? В чём, как бы, дело. И это не взрослость. Вот. Это именно что поведение ребёнка. И пока у вас будет такое поведение ребёнка, пока вы будете вот, ну, действовать вот так, ваша мама будет интуитивно чувствовать, что вы, ну, нуждаетесь в таком её поведении. В такой её, ну, в таком её отношении к вам. Вы можете кричать, вы можете не соглашаться, вы можете, эм, как бы, настаивать на том, что вы взрослые, вы можете, эм, э, что угодно говорить и делать. Вот. Но ваша позиция, она, как, как, как бы, вот, сама за себя в данном, э, она сама за себя в данном случае говорит. Вот. К сожалению. Вот это и является, э, о, наверное, э, ну, вот такой, э, я бы сказал, прямо вот, серьезные проблемы, потому что вы как бы здесь подменяете понятия, а подмена понятий до хорошего не доводит. Мягко говоря, не доводит. Какая-то такая история здесь, поэтому вы говорите, да, что вот мне нужна там словно говоря рекомендация. Вот. Слово. Полчок. Это будет без слова. Это может быть, но вам для этого нужно поговорить с психологом непосредственно. А так вот, если вы хотите, ну например, прочитать какой-то совет, или так, если вы хотите услышать вот чье-то мнение, то эта позиция, ну несколько вот не в ту сторону, на мой взгляд, вас вообще может привести. Вот. Поэтому, мне кажется, что прежде чем говорить с вашей мамой, вам нужно разобраться в себе, сформулировать, сформировать свою позицию, вот, ну вашу вот, вашу такую собственную позицию, вот, и уже исходить из нее, из этой позицию. Но ни в коем случае, как бы, не наоборот. Ну вот, потому что в случае, если это будет наоборот, то, ну, не очень будет для вас это полезно, вот, много, достаточно сил вы в это получите, а, как бы, мама, она, по случаю, 20% вот, как бы, то есть, ну, бесполезно в данном случае, тут тратят на это силы. Да, безусловно, нужна сепарация от мамы, безусловно, безусловно, нужны, ну, нужны личные границы, вот, ну, ваши, с вашей мамой, вот. Ну, это вопрос, опять же, работы, именно с вами, а не с ней, вот. То есть, это вопрос, именно, вашей терапии. Потому что сейчас, ну, совершенно очевидно, как мне кажется, что от мамы, от возможного гипотетического решения ее, много чего зависит от вас. Вот, а, по факту, по факту, что вы говорите? По факту вы говорите, если моя мама мне разрешит делать то, что я делаю, так, как я поступить, а, хочу, ну, допустим, то я так поступлю и стану свободным. Но, если моя мама мне не разрешит поступить так, как я хочу, то будет мне очень тяжело. Понимаете? Какая штука. И получается, что нет никакой, в данном случае, у вас свобода. Нет никакой, в данном случае, у вас взрослых, о которой вы говорите. Есть зависимость от мамы. И все. Дальше. Следующий момент. Вы говорите про травму насилия. Это тоже аспект, которым нужно работать. Потому что вас это травмировало. Потому что вас это, значит, на вас это повлияло. Это нормально. Вот. При тех факторах. Вот. При тех аспектах, которые вы описали, я думаю, что поговорить вам особо было не так. Ну вот. Конечно, я был бы рад ошибаться, но вот, мне кажется, что, ну, не с кем особо вам это было проговорить. И... Поскольку это, скорее всего, так осталось внутри вас, вот, то вы с этим не работаете. Ваша женственность и за то, что вы сама, это вот, в том числе, вот, про данную историю тоже. То есть, то, что вы сама, вот, ну, то, что вы, вот сами, да, вот, как вы говорите, что я сама, там, ну... Либо, либо постоянно, да, либо, вот, очень часто сама, вот, то, что вы так говорите, это вот как раз история про последствия, я бы сказал, драмы. И часть вашей энергии, которую можно назвать, ну в данном случае, женской энергией, она осталась вот там, к сожалению. Вот, и найдете вы ее также там же, если позволите себе прожить этот травм. Место, где вы были беспомощны, ну, как бы место, где вы были потерями, уязвимы, вот, и так далее. Вы этого пока что, ну, довольно сильно избегаете. Вас никто не винит в этом, в том, что вы так делаете. Вы научились, вот, ну, как-то жить с этим. Вы так живете. Хорошая новость заключается в том, что можно жить по-другому. Не обязательно жить вот так, как вы живете. Вот. Ну и последний момент, на который хочется обратить ваше внимание, это момент того, что вы внимательно слушаете людей. Вот. Нет, абсолютно ничего плохого в том, что вы внимательно слушаете людей. Вот. Но мне кажется, что то, как вы людей слушаете, вот, может свидетельствовать о том, что вы внущаемы достаточно. Вот. Хотя я знаю, что вас это, скорее всего, разозлит. И, скорее всего, вы с этим не согласитесь. Я не хочу с вами спорить. Я буду рад, если вы, если... Я не прав, если я ошибаюсь, но вот. То, что... То, что вы описываете, ну, немножко, вот, свидетельствует, вот, как бы, о том, что я говорю. Да? К сожалению. Вот. Поэтому я рад был бы ошибаться в данном случае, но вот пока что я не могу сказать, что он увидел, ну, подтверждение своей неправатой, к сожалению. Вот. Поэтому... Поэтому... Очень... Здесь ситуация опасна тем, что... Сначала... Вы можете... Слушать людей... Чересчур внимательно. А папа можете уйти в... Ну, в отказ. Да? То есть, он меня обманул, допустим, он меня... Там... Был неправ, и так далее. Вот. И, ну, вот, то, как вы... Говорите о том, что так ли это, вот, что люди помогли мне увидеть там другую сторону, вот. Ну, говорит о некотором недоверии вашему... Самой себе. И... Соответственно... Очень важно, чтобы это доверие к себе было восстановлено. Вот. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она необходима. Продолжение следует...